Всем привет, с вами Бодя, да, и как вы уже заметили, я сегодня в кегруме, ага, и вот чего я точно не делал, так это не сравнивал лайк и мюзикли, вот-вот сколько бы вы не пересмотрели видосиков наших с вами на ютубе, вот там не было ни единого ролика, короче, как мы сегодня будем сравнивать клипы, ну как бы, в лайке и в мюзикле. То чувство, когда забыл, что хотел сказать. Первое, будем сравнивать на креативность, то есть, где креативнее, в лайке или все же в мюзикле? Второе, будем сравнивать, где смешнее, ну, фактически это самое важное, наверное, и третье, стоп, а третье, я что хотел сказать, просьба основная, это креативность и как раз-таки проверка на смех, ну, то есть, где смешнее, я не знаю, что я третьему хотел сказать. Короче, два варианта, все, погнали. Так, где этот мюзикли? А, вот он. Кстати, ребята, вы меня очень часто просили в личку, прям реально часто, чтобы я, как бы, почаще ввел свой мюзикли и почаще выкладывал клипы. Окей, вот теперь буду намного чаще выкладывать их не раз в месяц, а раз в два дня. Вот, если что, сейчас будет магия, смотрите. Ага, здесь появился мюзикли ведь, да? Появился же? Короче, там, как бы, появился мюзикли, поэтому, если хотите, можете, как бы, подписаться, но это ваше дело. Я никогда никого не заставляю. И погнали уже сравнивать. Так. Ну что? Ну сколько тебе? Ну, мужик, ну сколько тебе лет, чтобы ты в мюзикли сидел? Это мы маленькие детишки здесь сидим и угораем. Но тебе-то, ты же уже здоровый, куда ты лезешь? Ты еще и рожу корчит. Короче, достаточно мне этого. Вот скажите, что он там делал? Ему больше 30 лет, скорее всего, а он рожу корчит в мюзикли. Я просто не понимаю. Там, как бы, вот, вот наш возраст в мюзикле, но что он там забыл? По его прическе даже кажется, что он бывший зэк какой-то. Окей, за это можно реально поставить плюс, но не в креативность, потому что, ну, типа, просто обычный мужик, бывший зэк, ничего нового. И поставить плюс можно только за... Как это называется, забыл? За то, что, короче, это смешно. Да, это очень смешно. Сколько вам лет? Что вы здесь забыли? Здесь должны быть мы, 14-летние школьники. Вот что вы здесь забыли? Ребят, скажите, что? Вот, 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 посмотрите на это. Вот что оно? Ладно, извините, не оно. Она здесь делает, сколько ей лет меня бомбит. Их уже должны соску сосать, маленькие детишки. Они в мюзикле снимают клипы. Вот просто объясните, почему? Я вам могу даже больше сказать, это в топе. Я вот заходил в топ и смотрел, что там. Вот первый ролик с этим мужиком, и сразу второй выходит вот эта девушка. Хотя, какая-то девушка. В общем, та же оценка, что и с мужиком. Погнали дальше. Сейчас в моде снимать свои ноги. Ммм, как же это прелестно. Ребята, надо будет тоже свои ноги снимать в следующий раз. Знаете, сколько это набрало? Это набрало 60 тысяч лайков. Почему? И вы меня спрашиваете о креативности? Креативность? Богдан, что ты знаешь о креативности? Креативность, это когда ты снимаешь свои ноги в мюзикле, и они набирают по 60 тысяч лайков. Только годный контент. Да. Ну-ка. Ну, это уже... Ну, типа танцы, я понял. И вот он это называет танцем. Да я тоже могу так прыгать, вы... Вот... Это же изи. Да! Круто! Почему здесь эти долбаны провода? Здесь очень много проводов. Я из-за них упал, и к тому же еще чуть мышку не сломал. Да еще и камера чуть не упала. Господи, ребята, я самый счастливый человек. Да. Окей, достаточно сменять этих мюзикли, хренузикли, и танцев достаточно. Так что давайте лучше поскорее в лайк пойдем. Окей, жму на самое первое видео, которое попалось. Ну... Блин, что-то не смешно, серьезно. Ну, сейчас бы в 2К18 на пылесосе играть. Да... У меня я ничего не нашел. 3000 лайков. Я молчу. Ну, не знаю, что сказать. Можно поставить за креативность 3 из 5. Потому что в 2К18 на пылесосе играть... Нет, конечно, не смешно, но это хотя бы креативно немножко. И если считать по угару, то 0 из 5, это, по крайней мере, для меня это не смешно. Не знаю, как вам. Ладно, погнали дальше. Ммм, какое это волшебство. Ммм, какое это волшебство. Она из ниоткуда взяла щётку, ну, зубную пасту я имею ввиду, и начала свои волосы вот, ну вот, у меня они не такие длинные, но, короче, она начала их расчёсывать и перекидывать с бок на бок. Как же это креативно! Короче, пока что ноль из нуля и тому подобное-то. Удивите меня кто-нибудь. Два, плюс три, семь. Да не пять, а семь. Ну, ладно, это-это было креативно, окей. Но они неправильно написали, там было семь. Ребята, вот хотите сказать, что я учусь в седьмом классе и не знаю, что два плюс три это семь? Ладно, пять. Я надеюсь, что все поняли, что это была шутка, а то подумают, что и правда два плюс три это семь. И, по крайней мере, учусь на четыре пять, так что вот-вот не надо мне тут. И, да, кстати, если думать вот по поводу этого видосика, то вроде бы он получился смешной, поэтому можно поставить даже четыре из пяти, ну не настолько прям, чтобы оборжаться. За креативность тоже можно поставить хорошую оценку. И пора подводить итоги как-никак, да? Окей, если сравнивать в мюзикле и лайк, то я думаю все согласятся, что в мюзикле намного смешнее, потому что там мужики здоровые и девушке непонятно, по сколько лет им, может, за пятьдесят даже. И если говорить про лайк, то, ну, как минимум, да, там есть креативность, но точно не настолько смешнее, как в мюзикле. Поэтому в плане ржача по-любому выигрывает в мюзикле, а лайк вот как бы может быть, он еще и выиграет в креативности. Так что я надеюсь вам видосик вот прям вот понравился, но это если только понравился, то только тогда можете поставить лайк. Я никогда никого не заставляю ставить лайк. И если вам понравился еще раз скажу видос, то можете подписаться на канал, но это ваше дело. Вы сами знаете, я никогда никого не заставляю, почему я это повторяю уже второй раз. И всем огромное спасибо за просмотр и всем пока, ребята.